Первая в списке из вещей, которые говорят о силе и об авторитете, и ничего удивительного, это хорошая обувь. Вопрос, почему? Почему хорошие туфли говорят о высоком статусе? Ответ очевиден, это экономика и история. Хорошая, качественная обувь дорога в изготовлении. Сегодня и сотни лет назад, в прошлом она была невероятно дорогой, потому что человек, который мог позволить себе хорошую обувь 500 лет назад, был или вельможем или купцом или высокоранговым офицером. Эти парни носили вот такие вот ботинки. Сразу можно было понять, к какой социальной прослойке относятся человек и сколько у него денег. Сегодня экономика также переплетается с качественной обувью. Когда мы видим, что человек тратит хорошую сумму денег на обувь, это служит показателем, что он обеспечен. Конечно, модель вашей обуви не является главным индикатором сколько власти или денег у вас есть, но это стереотип, к которому люди прибегают снова и снова, чтобы сделать быстрое осуждение. Эти стереотипы работают не только насчет ваших туфель, это также относится и к вашей повседневной обуви. Поэтому, если вы хотите выглядеть хорошо, при этом casual, то пора бы задуматься, как прокачать свой стиль. Далее в списке – это ваше тело. Почему? Потому что тело говорит о вашем здоровье, чем вы питаете свое тело, чем вы его кормите, есть ли у вас деньги и время, чтобы ходить в зал. Все это люди используют как индикаторы, чтобы сделать свое мнение на ваш счет. Так что если у вас прокачанное тело, хорошая форма или даже прямоугольная, то это считается привлекательным сегодня. А как же насчет овального типа или тело в форме груши? Если посмотреть в прошлое, то были случаи, когда это считалось статусной формой тела. Это говорило о том, что вы не должны заниматься физическим трудом, что вы жили в достатке. Сегодня такой тип тела, наоборот, считается низкоранговым, потому что говорит о плохой диете. Говоря о следующем символе, он может сделать любое тело великолепным. И это одежда, сшитая на заказ. Такую одежду специально шьют под ваше тело, и она подчеркнет ваши сильные стороны. Поэтому даже если у вас овальная форма тела или грушеподобная, то вы можете подчеркнуть плечи. Из овала можно сделать квадрат, а из груши можно сделать прямоугольник. Просто благодаря плечами правильному вырезу, вы можете прорисовать грудь и зону торса. И да, одежда под заказ гораздо выше ценится, чем дизайнерская одежда. Дизайнерская одежда – это в основном громкие имена. Костюмы, которые могут стоить по 2, 3, 5 тысяч долларов. Но вот что мне нравится в одежде на заказ – она сделана для вас. Есть только один такой костюм. Вы сможете надеть брюки и знать точно, что они сделаны соблюдая ваши пропорции. Это придает вам уверенности. Давайте я еще раз это скажу. Уверенность – это основной символ статуса. Когда вы можете идти по жизни с уверенностью, вам лучше всего проецировать силу и авторитет. Но вот какая тема с уверенностью? Ее надо поддерживать, иначе вы ее потеряете. Вы можете ее потерять, когда вы набираете лишнего веса или когда вы получили травму. Следующий символ статуса – это машина, на которой вы ездите. Люди моментально делают суждения и о других, когда видят их в машине. Когда вы видите мужчину в Феррари, то вы думаете так. У него есть деньги. Вы видите 19-летнего парня в Феррари. Хорошо. У его папы есть деньги. Вы видите парня на Харли Дэвидсон. Мы как бы приписываем то, что мы чувствуем к человеку, которого мы видим за рулем. Друзья, это реальный феномен. Вы мне не верите? Хорошо. А что вы подумаете, если я вам скажу, что вожу минивэн? На самом деле не так, это машина моей жены. Хотя я на ней тоже езжу. Это безопасно, я покупаю ей новый минивэн раз в несколько лет. Потому что у нас дети и есть свои заморочки. Поэтому мы пришли к минивэну. Но если бы вы увидели меня за рулем минивэна вместо моего пикапа. У меня, кстати, есть и старый пикап, которому 22 года. Шеви Сильверадо. У него огромная решетка, он 4х4, я его обожаю. У меня также есть и мотоцикл. Вы видите Антонио на синем Спринт СТ-2000. Я проехал на нем через все Соединенные Штаты. Был во всех четырех углах Америки и посетил все 48 нижних штатов. Суть в том, что если вы увидите меня на байке, а не за рулем минивэна, то вы сделаете абсолютно разные выводы о водителе и о человеке, даже если это один и тот же человек. Я не говорю вам, что вы должны пойти и купить себе люксовое авто со всеми этими статусными символами. Это все же дело вашего выбора, многое зависит от вашей индустрии и как вы хотите проецировать вашу силу и авторитет. Лично мне не надо показывать свою силу и авторитет. Я живу в городе населенностью тысяча человек, никто и не знает, чем я занимаюсь. Вокруг меня фермеры и охотники, поэтому нет смысла покупать себе крутую тачку. У меня функциональная машина. Но может для кого-то из вас, ребята, тех, кто, например, продает дорогую недвижимость, это и имеет смысл. А вот следующий символ статуса уже существует тысячи лет. И это украшения. Если вернуться на десять тысяч лет назад, то можно найти украшения, которые надевали мужчины и женщины. Они были сделаны из костей. Сегодня чем мы украшаем себя? Браслеты, запонки, может роликсы. Когда люди видят что-то подобное, что они думают? Какие выводы они делают? Некоторые люди или большинство даже и не заметят. Но те, кто разбираются, увидят бренд. Как-то в один день я мыл посуду, и ко мне зашел друг, и он увидел эту картину, как я мою посуду в роликсах. Он вскрикнул «Боже мой, что ты делаешь?» Это типа, что у меня достаточно средств на роликсы, что я мою посуду в них и даже не задумываюсь об этом. О чем говорят украшения? О том, что у вас есть достаток. У вас есть возможность ее покупать и носить. Значит ли это, что вам надо пойти и купить себе самые дорогие часы? Нет, не надо. Вот в чем дело, девяносто девять и девять процентов людей, скорее всего, и не поймут. Они просто увидят хорошие часики и скажут вам комплимент. Именно поэтому я и продвигаю модные часы. Купите себе Seiko или любой другой бренд. Итак, следующий статусный символ очень интересный, потому что он существует не так уж и много времени. И мне кажется, что он в первую очередь относится к мужчинам, которым за пятьдесят. О чем это я говорю? Я говорю о технологиях. Вот вам пример. Вы видите семидесятилетнего старика с третьим айфоном. О чем вы думаете? Уже десять лет прошло, он пользуется этим старым телефоном. А если вы увидите двадцатилетнего с третьим айфоном? Ух ты, пользуется ретро технологиями. Видите, что происходит? Эйдджизм. Так что, если вы мужчина постарше и пользуетесь старыми гаджетами, люди будут думать о вас, что вы попали из современного мира. И такова реальность. Люди смотрят на модель телефона и понимают, следите ли вы за технологиями. Так что, если вы крутитесь в рабочей среде и вам пятьдесят или шестьдесят, то ваш телефон, ваш компьютер является предметом, по которому люди судят о том, разбираетесь ли вы в новых технологиях. Если вы не согласны с этим, тогда пишите в комментариях, мне интересно услышать ваше мнение. Следующий символ статуса, мой любимый, и это ваш круг общения. Если вы знакомитесь с человеком и видите, что ему звонит Билл Гейтс или Уоррен Баффет, что вы думаете об этом человеке? Однозначно, они высокого уровня. У них есть связи. Хорошо, а кто это в вашей индустрии? Что прикольно, что у всех у нас есть некая специальность и мы можем познакомиться с ее лидерами. И таким образом мы можем прокачать свой социальный статус очень быстро. Скажем, вы в индустрии головных уборов или в индустрии бутылок для воды. У вас есть свои лидеры в индустрии, с кем вы можете завязать знакомства. И почему мне это нравится? Потому что это не обязательно должно быть связано с деньгами. Это больше связано с умением быть полезным и поддерживать отношения. У вас, наверное, возникает вопрос, а как же насчет языка тела? Обладает ли язык тела силой и проецирует ли он авторитет? Да, это так, парни. И об этом вы можете узнать в этом видео. Полноценное руководство по языку тела. Смотрите его. В нем я рассказываю о том, что надо знать мужчине языки тела и какие ошибки не стоит допускать. Так что переходите на видео, оно крутое и вы сможете узнать много о языке тела за относительно короткое время. Продолжение следует...